Встреча, которую ждали в Нью-Йорке несколько часов назад, прошли переговоры Петра Порошенко и Дональда Трампа. Серьезный разговор, в ходе которого обсуждали самые острые проблемы. Дмитрий Анопченко видел, как проходила эта встреча. Лотте Пеллес, отель в самом центре Нью-Йорка на Манхэттене, сегодня с утра в флотном кольце силовиков. Подходы к нему перекрыли на несколько кварталов, в небе вертолеты, автомобильное движение только для кортежей первых лиц. Тут на время Генассамблеи резиденция Дональда Трампа, где он проводит самые важные свои встречи. В пол-одиннадцатого утра по местному времени тут ждали Петра Порошенко. Переговоры в широком составе. Пресс-служба Белого дома пояснила нам, для каждой встречи вместе с Трампом другой состав делегации. Для обсуждения украинского вопроса в этот зал пригласили еще и вице-президента Пенса, госсекретаря Тилишсона, советника по нацбезопасности Макмастера, спецпредставителя по Украине Волкера. Я очень рад видеть сегодня президента Порошенко. Мы встречались до этого в Белом доме, и после этой встречи вы достигли большого прогресса. Отмечу, что Украина, конечно, не самое хорошее место для жизни, но она день ото дня становится все лучше. И я слышал очень, очень хорошие отзывы. И хотя в предварительной программе визита украинского президента для этого разговора было запланировано всего 30 минут, Белый дом накануне заложил в расписание Дональда Трампа час и не ошибся. Это время выбрали до минуты. Важная позиция, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживали пропозиции Украины. Мои пропозиции, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на сходе Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Ради безопасности ООН. Я подкреслю и наголошу украинскую позицию, которая предпочитает мандат на всю оккупированную территорию на сходе Украины, включая неконтролированную дельянку Украины-российского пордона. Мы договорились, что нашу главную метость деоккупация, восстановление суверенитета и, как наиболее, принесение мира на украинскую землю. Разговоры по поводу миротворцев на этой встрече посвятили очень много времени, как и военному сотрудничеству. Не зря ведь в украинской команде на этих переговорах, помимо главы МИДа и ведущих дипломатов, еще и начальник Генштаба. Военное сотрудничество на протяжении часа обсуждали очень детально, но по итогам этой встречи пока остается открытым вопрос, какое именно оружие Дональд Трамп согласует для выделения нашей стране. Сам Петр Порошенко, отвечая на вопросы американской прессы, сказал, уровнем военного сотрудничества с Соединенными Штатами более чем удовлетворен. Я могу сказать, что встреча, которая продолжала годину, была надзвичайно продуктивной. Мы слышали правильные плечи нашего друга и партнера. Можно сказать, что я, как президент, надзвичайно задололен поточным, безпрецедентным уровнем сообщества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Буквально через час президент встречается с генсеком ООН. Разговор исключительно о будущей миротворческой миссии и еще об одной миссии, наблюдательной, которую объединенные нации в самое ближайшее время должны направить на Донбасс. Американские дипломаты неофициально говорят, что в вопросе создания миротворческой миссии для Донбасса все ждали личной отмашки Трампа, личного решения главы государства. И теперь, когда после этой встречи зеленый свет, по сути, дан, все ускорится и ускорится в разы. Хотя, конечно же, решение не стоит ждать скоро. Бюрократическая машина ООН работает очень медленно, так что речь не о неделях и даже не о месяцах. Скорее всего, о начале следующего года. Из Нью-Йорка Дмитрия Нопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.